В студии телеканала «Север» состоялся прямой эфир на тему заболеваемости коронавирусной инфекции и вакцинации. На вопросы ответила руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ Елена Левина. В начале эфира была озвучена актуальная статистика по заболеваемости. Так, эпидобстановка в регионе продолжает оставаться неблагоприятной. У нас на сегодняшний день очень тяжёлая ситуация по сравнению с Российской Федерацией. Если говорить о уровне заболеваемости, то Российская Федерация даёт показательность 62,1 на 10 тысяч населения уровня заболеваемости, в Ненинском округе – 100,1. То есть у нас очень высокий уровень заболеваемости, равно как и смертности. На сегодняшний день у нас всего лечится 245 человек от новой коронавирусной инфекции. Из них 60 человек находятся в стационарном отделении Ненинской окружной больницы. Елена Левина также сообщила, что в Ненинском округе снизились темпы по вакцинации населения. Вакцинация у нас, к сожалению, сейчас темп снизила очень резко. Если 3-4 недели назад мы прививали по 100 человек в день, сейчас снизилось до 30. То есть этого темпа недостаточно для того, чтобы мы успели привить необходимое количество населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. На сегодняшний день поставлена задача для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Мы об этом уже говорили на ВКС, который проводила Татьяна Алексеевна Горикова. Необходимо привить 80% взрослого населения, с учетом того, как быстро двигается заболеваемость и какие тяжелые последствия, в том числе летальные, оказывает данная инфекция. Если сначала у нас план был для нашего региона 19 тысяч человек, то сейчас план будет составлять 25 тысяч человек. На сегодняшний день мы привили 14 тысяч 400 жителей нашего округа. Вот еще необходимо нарусить темпы, чтобы максимально охватить лист, который подлежит вакцинации. В ходе эфира руководитель профильного департамента также рассказала о том, какие вакцины доступны населению. На сегодня в достатке имеются ГАМ-Ковивак и Спутник. В поликлинике Заполярного района есть небольшое количество вакцины Ковивак. Елена Левина также отметила, что прививка не является пананцеей и не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. Мы все прекрасно понимаем, что ни одна вакцина не дает 100% гарантии того, что граждане не заболеют. Об этом мы говорили и говорили неоднократно. Из того количества человек, которые мы уже охватили вакцинацию, у нас 233 человека заболели новой коронавирусной инфекцией. Это составляет всего 1,5%. Если бы это было больше, тогда мы говорили о том, что вакцина не работает. Вакцина работает, но те лица, которые имеют какие-то поломки в иммунитете, либо получают какую-то максимальную нагрузку вирусную, они могут заболеть. На прямую линию поступали вопросы относительно проведения ПЦР-тестирования. Проведение профосмотров и другие. Полную версию эфира вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.